Привет, меня зовут Королёв Алексей, я живу в Мурманской области, в городе Полярной Издоре. И я вам сейчас такие места покажу. И путешествие наше начинается с берега моря, но не с такого моря, где ходят шлепы с мороженым, а море Северо-Ледовитого океана, Белого моря. И отсюда мы с вами отправимся покорять гору Волосиная. Особенность данной горы заключается в том, что она располагается в трех природно-климатических зонах. И первая зона у подножия горы – это тайга, где растут огромные хвойные деревья и совсем скудная лиственная растительность. Это обусловлено тем, что лето непродолжительное, и солнечный свет из-за крон деревьев не попадает на землю. Но лиственные деревья не хотели с этим мириться, и они отправились вверх по склону, к солнцу. План лиственных деревьев сработал. Они выбрались из тайги и добрались до середины горы. Но, как оказалось, жить им теперь придется на скалах. А помимо всего прочего, дуют холодные ветра с берега Белого моря. Деревья перестали расти вверх, потому что скалистая почва, не было земли, за которой они могли бы цепляться. И в итоге они образовали здесь вторую природно-климатическую зону – березовое криволесие. Березовое криволесие еще подразделяется на три зоны. Но там такие латинские названия, что если их озвучить, то можно вызвать дьявола. Наконец-то мы с вами добрались... Да вот и подвинься, пожалуйста. Бейсболку украл у меня. Наконец-то мы с вами добрались до бескрайней тундры. Здесь помимо холодных ветров, за полярного солнца, которое не греет, прибавились еще и низкие температуры. Температура редко поднимается летом, выше 10 градусов. Поэтому деревья здесь практически не растут. За исключением карликовых грез, в которых я сейчас пытаюсь прятаться от ветра. Ну и полярных ив. Вот и полярная ива. Ну вот мы с вами и посетили гору Волосяную. Побывали сегодня в тайге, в березовом криволесе, в тундре. А я надеюсь, что мы увидимся с вами еще в других увлекательных местах польского полуострова. Увидимся! С вами был Алексей. С вами был Игорь Негода.